здравствуйте дорогие подписчики слушатели а сегодня я хочу поговорить о том как проживать чувства как взаимодействовать и в чем основная ошибка скажем так я даже назвал это большинство подавляющего большинства людей во взаимодействии со своими чувствами и которые приводят к проблемам жизни к остановкам нехватки сил психосоматики и многому-многому-многому другому вот такая можно сказать волшебная таблетка панацея но не совсем это так потому что мы поговорим про об привычке о привычке взаимодействия со своими чувствами страхом более обиды разочарованием самообесцениванием и так далее а в общем то есть чувство не столько важно сколько важно как вы вообще в целом с ними живете чувственной эмоциональной сферой и это не панацея по той причине что есть еще очень много других аспектов жизни есть прошлый опыт который никуда не денешь и с ним тоже нужно как-то разбираться есть а родители которые с которыми тоже есть определенные отношения которые перестраивать и есть в принципе я да то есть я в смысле как вы да как личность с которой нужно научиться вот с этим утром том что с тем что живет сердце то можно сказать душой да научиться взаимодействовать и научиться понимать а что вообще хочет душа о чем я о чем я что я хочу в этой жизни достичь чего что мне интересно что меня заряжает что я хочу дать людям или может быть вообще не хочу дать что я хочу дать себе что я хочу получить чего достичь вот это другие сферы хорошо значит чувства большинство людей в детстве научили чему что случается травма ушиб и что нужно делать при ушибе да там у сороки боли и у вороны боли у себя у тебя не боли да то есть такое бегство то есть давайте вот эту проблему ушиба меня скинем куда-нибудь сороки в вороне а а я тут ну как бы сделаю вид что ничего не было то есть как будто этой боли и не было как будто все было настолько прекрасно замечательной единорожное розово то моя жизнь просто великолепно и никакой боли у меня нету и никакого страха тоже у меня нет если что случается допустим ожог до случается что дело чему опять же большинство людей научили что делать бежать под холодную воду подставлять зачем чтобы уменьшить боль а зачем ее уменьшать но это же бегство опять же бегство от боли и да под холодную воду если подставить больно не будет но зато волдырь хорошо появится ну если сильный ожог был а а если не подставить под холодную воду и каждый из вас может проверить когда получит ожог ну так или иначе будто они случаются если под теплую воду подставить или подержать там наоборот на чем-то горячим над сковородкой над югом и так далее и прожить эту боль об этом и сегодня будем говорить как это сделать то волдырь как-то сразу раз и вдувается а через сутки вообще ничего не остается маленькая корочка только два заметные которые уже вообще никак не беспокоят чудеса нет проверено мной и многими 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 людьми и которые 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 меня доносили информацию то же самое с порезами да с всякими всякими травмами то есть схватить чтобы не было больно как-нибудь перекрыть кровь если это палец там руку как-то пережать нервные окончания нервные волокна чтобы максимально не чувствовать зону травматизации да или там ушиб и прочее да лед приводить а чтобы тоже не чувствовать ну это все бегство да а бегство на чем обусловлено бегство когда человек бежит по сути когда бежит человек от чего-то он бежит как правило от опасности от того что страшно по сути в корне этого бегства лежит страх который но передается поколение в поколение поколение передается по другому я не знаю а как бы у вас и соответственно получается в базе лежит страх и если человек действует страха почему это приводит действовать из страха из состояния страха можно создать что-то большое грандиозное полезное классно можно ли получить удовольствие из состояния страха невозможно можно разрушить из страха можно разрушать и страхом страх приводит к разрушению медленно или быстро но ничего конструктивного из страха не рождается страх можно конвертировать в мотивацию получить адреналин от страха и на этом адреналин что-то создать но это уже мы говорим про про проживание и принятие страха если же пребывать в эмоции страха страх что-то вызывает ну в животном мире либо бежать ну например чувства либо состояние ступора то есть прикинуть это а паузу и ждать а паузу и паузу и когда он придет и изменит вашу жизнь ну и придет и как и то видно получается что есть два варианта да либо либо бежать от чувств и состояние страха что ой 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 эти чувства что-то меня прям пугает боль какая-то ой какой-то страх ой какое-то разочарование ой я пожалуй бегу а можно туда нырять и для многих кто сейчас слушает это в записи или в прямом эфире это такое незнакомое состояние как нырять это вообще что это как а это как раз как я рассказывал чуть выше что пойти туда пойти в страх то есть чувствуете страх а вы делаете шаг туда то есть чувствуете страх в публике и выходите в большой зал перед людьми рассказывать но при этом можно выйти в зал и погрузиться в состояние ступора легко опять же если не идти в этот страх то есть физически то вы пришли конечно в зал это уже похвально круто но нужно еще шагнуть в свой страх шагнуть в него и взять оттуда этот ресурс а страх в страхах хочется немного ресурсов и на послуживание страхов которые присутствуют там фоново тревоги всякие тратится огромное огромнейшее просто количество ресурсов даже не представляешь сколько туда сливается энергии можно не построить города строить и сегодня у вас будет немножко попрактикуем мы прям попрактикуем ну как же это так идти в свои чувства а сейчас поговорим про методы то есть вот есть два пути идти в эмоции или избегать эмоций и есть методы конкретные перекладные инструменты а если вы чувствуете какое-то чувство которое вам скажем так не нравится что можно сделать можно помедитировать и подбежать чтобы подраганять сбалансировать эмоциональное состояние эту эмоцию как бы отложить строночку ну то есть она такая сундука досталась вас поугадает например да или болит что-то а вы как обратно все иди у меня сейчас у меня сейчас у меня сейчас ровное состояние я не хочу ничего кто-то забирает как операция и так далее можно продышать сделать дыхательную практику медленно продышать и в принципе перейти к такому же результату то есть эмоции подвинуть строночку и все у меня все хорошо одеть розовые очки ну жить прекрасно все супер этих эмоций просто нет это не мое это не мое они что-то приходят тут ко мне ну я сожжусь с Дэн и они уходят или там может быть встыла гвозьм например да и тоже эти эмоции уходят или начинают заниматься каким-то интересным делом что мне прям нравится или кому-нибудь или звоним подругам друзьям и встречаюсь с ними а может бухаю вообще или выкуриваю сигаретку или что угодно что угодно может быть и это они не пользуются такой популярностью потому что там происходит встреча со своими истинно настоящими состояниями а человеку конечно комфортнее комфортнее просто отложить проблему отложить обратно и дальше кайфов и начинает идти и в итоге можно остановиться то есть просто один сурка каждый день абсолютно одинаково просыпаешься и то же самое просыпаешься и то же самое и по сути человек понимает что через 10 лет он проснется и будет то же самое через 20 лет проснется и будет то же самое потому что нет опыта взаимодействия с опытом не приходит то есть все это приходит из проживания эмоций то есть человек развивается из проживания своих эмоций из проживания своих чувств которые он испытывает то есть что-то делать не получилось можно сказать ой я плохой я неудачник и это чувство такое не-не-не я нормальный мне хорошо и это чувство так опять задвинуть куда-то в сундучок здесь породилось да вы его создали по сути это чувство что я неудачник и положили в сундук а можно что сделать я неудачник окей здравствуй мир я неудачник я вот прям-то остальный неудачник я вот такой я понимаю это да что я признаю что я могу быть неудачником это нормально и мне в общем не получилось да и лапаны и фикс ну то что что не получилось ну да такой криво можно еще пожрать серьезно пожрать да и прожить прожить это чувство да неудачник это нормально ну бывает такое да я могу побыть могу побыть неудачником да мне в детстве запрещали нужно удержать статус не позориться а вот я могу опозориться побыть таким стрёмным и это нормально для меня будет супер что дальше что-то это похоже станет и давайте вернемся к телу что а что такое Синяк это отечественность, подушечка, разумеется такая вот, уши вниз, и шишечка выросла. И посмотрите, что это? Это не что-то иное, как подушка для защиты от повторного удара, и она еще болит, зачем болит, чтобы ярче чувствовать опять повторный удар, то есть тело готовится к повторному удару в это же место. А что такое ожог? Зачем там этот волдырь наполнен жидкостью? Да чтобы второй раз, когда вы это место обожжетесь, к вам было некий еще зазор, некое еще дополнительное расстояние, которое позволит еще сохранить ткани, если будет повторный ожог. То есть повторный ожог уже, ну вот эта жидкость, она охладит то, что вас обжигает. То есть это тело ожидает нечто иное, как во всех случаях, тело ожидает повторения. Но кто из вас обжигался в одно и то же место дважды, вот несколько раз подряд? Кто из вас бился несколько раз в одно и то же место, прям подряд, не с каким-то зазором временным, а именно прям подряд? И кость когда срастается, всем известно, что там возникает костная мозоль, то есть такое уплотнение, и в этом месте кость уже сломать, она не сломается второй раз в этом месте, она сломается в другом месте. То есть тело опять же защищается, что нет, вот сейчас мы тут такую кость сделаем, что ее фиг сломаешь. Вот, то есть это все отсылка идет к прошлому опыту. И поэтому все вот эти, то есть мы посмотрели механизм в теле, в психике то же самое. То есть человек цепляется к эмоциям, потому что он боится повторения того же самого. То есть человек, допустим, бросил партнер, там жена, муж, да, ну точнее мужчина, женщина, ладно, не будем, не обязательно жена и муж. И человеку больно, и он запоминает эту боль, чтобы второй раз не произошло это событие, чтобы второй раз его не бросили. А что делать, чтобы не бросили, да просто не начинайте отношения. Вот, и этот ступор в жизни, он вот начинает обрастать вот всякими такими идеями, что, да, зачем мне отношения, мне там было больно. Эти идеи, они бессознательные, они, понятно, что чаще всего не осознаются. А зачем я пойду туда, я там руку порезал, да, я больше не буду салат отрезать, мне теперь страшно салат отрезать. А вот там я обжегся об сковородку, я больше не буду на сковородке готовить. И бессознательно это все раскручивается. Даже продолжая готовить на сковородке, если там словили эмоцию, ее не прожили, будет сложнее это делать, уже тело будет сопротивляться, психика будет сопротивляться и так далее. то есть это природа человека бежать бежать вот от чувств плюс ее благополучность поколения поколение еще и активно вербально раскачивают эту тему до что нужно бежать народные способы лечения ожогов такие до пропагандируются там стишки да что у тебя не болею всех вокруг боли и и соответственно мы получаем то что получаем и по сути все текущие чувства которые возникают в жизни это какие-то фрагменты прошлого не прожить недопрожитого опыта то есть новые чувства возникают крайне редко и человек вот крутится вот в этой кастрюльки по сути варятся вот в этой в этом котле из своих прошлых непрожитых чувств то что если бы они были прожитые прилетали бы новые и по сути жизнь она про что она про то чтобы получать а чувственный опыт получать всякие ну какие-то испытывать эмоции она цель по сути целью жизни в этом мире это испытывать эмоции и как когда человек испытывает эмоции у него в жизни что-то начинает происходить если них не испытывает ничего не происходит в общем то вот оно объяснение да почему и пока человек бегает от негатива он реагирует на негатив прекрасно реагирует на негатив зачем собственно ему давать позитив вселенной жизни зачем человеку давать позитив если он от негатива прекрасно бегает и прекрасно прекрасные там заряды испытывает и страдания. То есть, все прекрасно. Жизни вот это и нужно, чтобы вот испытывать постоянные-постоянные эмоции. Но при этом, если взять, прожить вот этот негативный опыт и сказать жизни ну и что? Ну, приходят вот эти негативные эмоции, там страх ну и что? Я иду в этот страх. Ну и что там? Проблема пришла. Буду решать эту проблему. Ну, пришла проблема. Да и ладно, пойду вообще в другую сторону. Другим буду заниматься. То есть, прожив весь вот этот котел из прошлого опыта, появляется возможность именно вот так реагировать на происходящее вокруг, на происходящее внутри. И что остается вселенной жизни? Ну, как вас вывести на эмоции? Если на негатив вы не выводитесь. Выводить на позитив? Выводить на какие-то прикольные, позитивные. Создавать вам события, которые будут вас выводить на позитивные эмоции. Вы будете хо-хоу, да. И хе-хе, вот это вот. Оно же не получается, пока вы пребываете в страхе. Пока человек пребывает в страхе, радоваться не получается, потому что страх страх и любовь это одна и та же энергия. И невозможно одновременно чувствовать страх и любовь. Это можете проверить. Раскачав себе одно из этих чувств, другое не ощущается в этот момент. Не получается ощутить. в таком состоянии тотальной любви. Можете там вспомнить влюбленность, да, например, там первую. Если она нормально закончилась, конечно, да. Или там влюбленность. Любовь, да, когда вы испытывали любовь и вот прям несколько минут подумать, подумать, подумать. Об этом можете там на паузу поставить, кто в записи смотрит, сделать это. Остальные просто записать на бумажечку и потом сделать. То есть пять минуточек прям побудьте в состоянии любви и попробуйте вспомнить хотя бы какой-нибудь страх. Вот через пять минут не получится. Невозможно. Вы его вспомните, ну, максимум вы его вспомните, но не сможете даже прочувствовать. А если вы сможете его прочувствовать спустя какое-то время, вы уже, будет сложно вспомнить любовь. То есть это одна и та же энергия. И, соответственно, пребывая в страхе, бегая от чувств, страх этот, разворачивается и чувствует любовь в нем проблематична. А чувствуя любовь, сложно чувствовать страх. Такая интересная штука. Хорошо. Едем дальше. Я говорю про котел из прошлого опыта. И в этом котле из прошлого опыта у вас есть только чувства. события, которые вызвали эти чувства, которые вызвали эти чувства, они уже давно прожиты, а не в прошлом. То есть от того, что вы там, например, возьмете какой-то страх, это не значит, что событие это повторится. То есть, допустим, у кого-нибудь там непрожитая утрата, он ходит с этой утратой, там мама умерла, например, и ходит с этой утратой. Ходит, 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 и приходит к специалисту, ему говорит, давай проживем. И человек начинает бояться. Ну, мама-то второй раз не умрет. Она уже умерла. Она уже давно умерла, там 10 лет назад, 20 лет назад. Все, второй раз это не случится, это невозможно. А мозг рисует картинку, что если я сейчас пойду в это чувство, событие произойдет второй раз. Событие уже давно произошло. Оно не может повториться физически уже. Ну, в жизни события не повторяются. Это невозможно. Оно, даже если происходит, может что-то подобное, что-то похожее происходить. Но один в один оно не повторится. И вот эти похожие происходят ровно до того момента, пока это чувство изначальное, которое было испытано в первой ситуации, оно не прожит. И вот тоже бывают, например, такие показательные истории, например, женщина приходит, я вот тут пятый развод прохожу. И хочется как-то уже полегче его пройти и, может быть, вообще завершить эту историю. Ну, то есть вот оно, повторение. Уже пять раз это повторилось. И у человека возникла идея, может, что-то можно поменять здесь. Но это же были разные разводы, они были с разными чувствами, с разными людьми, и в разных там вообще отношениях. Как бы повторения, но разные. И человек увидел, что вот что-то он там недопроживает. Соответственно, мы пошли и прожили. Там, как правило, история с родителями. Ну, если эта женщина приходит, то с отцом. Там обиды на отца. И вот эта обида, она постоянно приводит к разводу, приводит в начальную влюбленность. Потом эта влюбленность пропадает, человек возвращается к страху и начинает эти отношения из страха строить. Ну, отношения из страха – это разрушение отношений. То есть они разрушаются так или иначе, рано или поздно, без вариантов. Медленно или быстро. И поэтому, заходя в эти все чувства прошлые, не нужно бояться, что ситуации у вас повторятся. Не нужно бояться, что там в теле какие-то будут реакции, что я там помру или заболею чем-то. Болеют-то не от того, что проживают эмоции, болеют от того, что не проживают эмоции. То есть так и получается в психосоматике, что вот эти непрожитые чувства, когда они достаточную яркость набирают, в теле создается напряжение. И когда это напряжение довольно сильное, происходит болезнь. Та или иная, любая, легкая или тяжелая. Но все болезни, 99% практически, все 99%, 1% берем на какую-то погрешность, хотя по сути это тоже психосоматика, 99% болезни, это психосоматика от того, что какие-то чувства не прожиты. Психосоматика это непрожитые чувства. То есть единственная причина психосоматической болезни это непрожитые чувства. Других там причин нет, там нечего копать. То есть нужно просто взять и их прожить. И если посмотреть более глобально, что значит прожить? Прожить чувства, что это? Это значит кайфануть. Кайфануть от страха, кайфануть от боли, стать таким немножечко мазохистом. Кайфануть от разочарования в себе. Ну не могу же я всегда быть таким суперуверенным. Буду тряпкой какое-то время и будет кайфово. Просто кайфануть от этого. Получить от этого удовольствие. Понять, что да нормально. Да ну и что? Это вообще классно. И вот когда человек научается получать удовольствие от всего, в общем-то кроме удовольствия в жизни ничего не остается. Да, и это удовольствие начинает раскручиваться. Оно начинает становиться таким настоящим. Настоящим. То есть сначала оно понятно, да, искусственное какое-то там, ну какое-то такое, немножко шизофреничное, можно сказать, да, вроде у человека плохо, а он делает вид, что ему хорошо. Но потом оно начинает все более-более-более настоящим становиться. Но здесь тоже можно попасть в ловушку, что я, типа, сделал вид себе, что я проживаю эти чувства, а по факту я их не проживаю. Но это легко проверить. То есть будет реальное расслабление. В теле прям будет хорошо. То есть прям удовольствие в теле. Не просто там в уме где-то, а в теле прям будет такое расслабление, такое кайфовое расслабление, как после массажа, как после там спа, джакузи, вот таких прям хорошего такого качественного отдыха, как после бани. То есть тело здесь не обманешь. Оно не будет реагировать так на какую-то иллюзию ума. И нужно поблагодарить вот эти чувства, потому что что такое негативные, да, в кавычках, опять же. Они сегодня негативные, завтра вы уясняете, что оказывается они вам были полезны. И любая ситуация сегодня воспринята негативно, у каждого это в опыте есть. Она спустя годы, ну, находится там положительные моменты, а то и вообще такое, что, блин, да если бы нет ситуации, я бы помер. Или если бы не эта ситуация, то вообще бы ничего не было, был бы там бомжом. И вот эти кризисы, они как раз и ведут человека к лучшей жизни. То есть, ну, все же по синусоиде, да, там условно, хотя там не совсем синусоиды, там постоянно переменные все. Где-то и ступеньки там встречаются, и всякое. Вот, ну, можно жить. Вообще идея этого ума о чем? О том, чтобы жизнь была вот такая вот, ну, где-то вот, вот этой рукой я показываю ноль, да, где-то вот он там в районе пола. А жизнь, чтобы была вот такая вот прям, на плюс 500 всегда. Только проблема тут в том, что вот эта вот плюс 500, она со временем вырабатывается привычка, и она опускается до нуля. и чтобы она не опускалась, в жизни есть вот такие дуальности, да, прекрасные. То вверх, то вниз качельки. И в зависимости от того, как вы воспринимаете низ, вы его проходите, или вот так вот, или вот так. И здесь уже так раз, чуть-чуть прыгнули, оп, здесь, блин, так тяжело, так плохо, вообще стремно, о, не могу, так, о, ой, хорошо, хорошо, опять упали. А если здесь, как бы, только кайфово, нормально внизу, легко проживаю, так, ну, хоп, жизнь такая, о, здесь вообще просто, вот это, прям полное удовольствие от Жени, так, дыща, о, задачка свалилась, класс. Сейчас мы эту задачку решим, так, решаем, решаем, о, решили, все. Примерно понятно, да, объясняю? Вот, и выбор получается, в чем? Либо идти в чувство, либо стоять на месте. И недавно тоже был случай, женщина пишет, говорит, я хочу поменять свою жизнь, у меня, к сожалению, там нет финансов, чтобы там оплатить ваши консультации, ну, хотелось бы какой-то, хотя бы полезный совет услышать, куда мне идти, там, стоит ли вообще в консультации идти, стоит ли еще что-то. Я смотрю, так, поговорил с ней, и вижу, что вот, она вообще от чувств, ну, прям вот, панцирь выстроила, и не хочу идти, хотя желание реально поменять жизнь, у нее прям такое, довольно яркое. я так посмотрел, думаю, вот, стоять на гвоздях, прям вот, ее тема, не всем подходит, да, то есть, в ее случае прям идеально, чтобы вот, вставать на гвозди, и тем самым подкреплять свое намерение, поменять жизнь, и плюсом еще и, и взаимодействие с этой болью, которая там возникает, а там такая хорошая, качественная, физическая боль возникает. Вот, я говорю, полторы тысячи рублей, на Ванберис, покупайте доску, и все ваши проблемы, вот, ну, реально будут решаться, то есть, такая, ну, на самом деле, такая немножко волшебная таблетка даже, если правильно подойти, вот, в принципе, можно и даже без терапии обойтись, без такой глубокой, так, легонечко где-то еще поднаправить в пути, ну, идеально. Озвучиваю эту идею, он говорит, не, я не готова на такую историю, не готова туда стоять, ну, стоять на гвоздях, не, 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 никогда. Ну, все, вопрос закрыт, теперь вы знаете, что делать, когда станет совсем плохо, купите доску и встанете на нее. И, говорю, другой бы человек, который вот, реально было бы уже в конкретное состояние жопы, и желание из нее выбраться, он бы просто там пошел бы на Авито, чтобы не ждать, пока она там сезона в Альберсе приедет, да, а сегодня прям займите эту доску, на Авито где-нибудь съездить, купить ее и уже сегодня вечером встать, чтобы начать менять свою жизнь. Есть такие люди, да, то есть есть у меня и такой клиент, и не один, к счастью. Вот. Ну, что, кто сделал выбор идти в чувство, сейчас мы небольшую давайте практику сделаем, потом еще, может быть, немножечко поговорим, кстати, если есть вопросы, вы можете их писать в комментариях, там, к любому последнему посту, в принципе, к любому посту, я их увижу. Вот, давайте возьмем, значит, вот прям сейчас будет стратегия, да, конкретного проживания любого чувства, мы это сделаем с болью, потому что это сделать наиболее просто в данном случае. Что есть болезненное, да, как можно вызвать легко боль. Сегодня я тоже задался этим вопросом и нашел, мочки ушей, они достаточно болезненные, я думаю, у всех, если их так хорошенечко сжать, то будет немножко неприятно. так вот, давайте сейчас, что мы сделаем, понаблюдаем вот это чувство боли, вот сжатие мочек ушей, просто понаблюдаем в течение, давайте, полутора-двух минут, как пойдет, то есть, вот рассчитывайте на две минуты, что сейчас мы будем изучать вот эту боль, которую вы сами себе будете причинять. И я рекомендую прям нажимать чуть сильнее, чем вот комфортно, вот прям, чтобы было немножечко за гранью. Ну, давайте, поехали, то есть, вот, зажимаете прям двумя пальцами мочку уха, двух, можно для усиления, да, зажали, знаете, еще эти клипсы есть, я, по-моему, в детстве все эти клипсы вешал, и прям было больно, мне такого, прикольно, прикольно, вот, это больше через какое-то время отпускает немножечко, зажали и наблюдаем, как выглядит эта боль, вот, и ощущаете, как от нее хочется убежать, разжать руки, то есть, хочется разжать прям, может даже кто-то разжимает, и это нормально, позвольте себе там, а если прям вот не можете уже терпеть, прям, ослабьте чуть-чуть, не нужно тоже до мазохизма доводить это дело, вот, вот, и давайте позволим прям пойти в эту боль, что значит пойти в боль, один из вариантов, попросить эту боль стать сильнее, вот прям скажите, а можешь эта боль посильнее стать, можешь посильнее, вот, прям посильнее, не сжимать сильнее, а ощутить ее поярче, посильнее, то есть, не сжимая сильнее пальца, то есть, сжатие остается статичным, таким же, как оно и есть, прям попросить тела, а можно эту боль поярче, мне как бы нормально, то есть, такой, что, слабо, слабо, что ли нормально эту боль вызвать, что это за боль такая, ну, господи, ну, то есть, прикинуться таким крутым, прикинуться крутым, таким, что, слабо поярче-то, ну, ну, хотя бы, ну, процентов, ну, на 50, давай поярче, я, в принципе, справлюсь, но вы же объективно справитесь с этой болью, если вы, если вы бы зажали на 50% сильнее, думаю, что, ну, максимум там закричали, но в целом, это было бы терпимо, и вот попросите не зажимая сильнее, вот сделать, стать ее, ну, прям вот ярче, ну, пусть на 50%, ну, если кто-то считает, что на 50% не получится, ну, давайте на 1%, на 2%, на 5%, на 10%, и еще раз попросите посильнее, давайте, прям еще посильнее, еще хочу посильнее, еще хочу посильнее, давай, давай, еще сильнее, покажись, боль какая-то вообще, я что-то вот тебя едва-едва чувствую едва его чувствует не пойму чё болит вообще где чего болит чё там надо делать что это за боль что это что это такое вообще не понимаю какая-то непонятно такое едва уловимое чувство которое хотелось хочется уже поярче ощутить что там такое что там за боль и позвольте позвольте себя получить удовольствие просто прям разрешите себя это не значит что сейчас станет там наступит кайф удовольствия просто дайте себе разрешение разрешайте мне получать удовольствие и поселение посильнее эту боль ну вопросите уже ну что это такое господи больно что-то Там где-то вокруг да около ходишь Ну давай уже поярче, посерьезнее Ну что это за ерунда такая Давай, давай уже Покажись, покажись Какая ты боль Ну что Давай, давай уже Ну давай уже, давай поярче Вот, и у кого-то сейчас получилось У кого-то так, чуть-чуть получилось Но можете заметить, что эта боль стала уже не такой Значимой для вас Ну, болят и болят мочки Вообще пусть хоть постоянно Болят мне в принципе нормально Нормально, болят и не страшно И попробуйте прям обнять Обнять вот эту боль Можно там передохнуть Какое-то время, да, разжать мочки И опять зажать и попробуйте Вот прям С объятиями к ней побежать Так, ааа, боль, привет Я так долго по тебе скучал Скучала Я хочу тебя обнять Ты такая чудесная, классная Давай, давай, давай внимемся Давай, давай внимемся Ну что ты, ну что ты мне хочешь вниматься Давай, 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 давай Ой, как я тебя люблю Как я тебя люблю Боль Это мое чувство То есть это ваше чувство Скажите, это боль Это мое чувство Не надо его отодвигать И представлять, что это что-то чужое Там сороки, вороны Да нет, это ваше чувство Давайте к целостности возвращаться Целостность Это ваше чувство Разрешите себе принять Все ваши чувства Которые вы от себя отбросили Сделайте их ближе Ближе к себе Ближе, ближе, ближе Да Обнимите их Почувствуйте вот это удовольствие Скажите им Да ну и что, что вы такие болезненные Или какие-то там для вас Как вы их не назовете Ну и что Я все равно вас люблю Потому что вы частички меня Прям проговорите это Вслух Я люблю свои чувства Потому что все чувства Это частицы меня И почувствуйте вот эту целостность Вот этот кайф Удовольствие Кайфаните от этого И выкиньте вот этот страх Бегать от всех этих чувств Которые вам привили в детстве Замените его любовью Ну и тоже замените Посмотрите на него с другой стороны Там любовь написана Та же самая энергия Энергия любви Любовь к себе К этим чувствам К себе К этим чувствам Да, это вы и есть Это целостность Вот она целостность Вы и эти чувства Это единое целое И это больно Я понимаю Да И вот это больно Это как раз И тоже ваши чувства Это страшно И этот страх Это тоже ваши чувства А как я пойду туда Вот так пойдете туда И конечно Многолетняя привычка Бегать от чувства Она никуда не денется И с ней нужно работать Формировать новую привычку Идти в чувства Это большая работа Большой труд Это требует Сознательных усилий Туда двигаться Постоянно держать Фокус внимания на это И здесь вот как раз Например Те же гвозди Ежедневно Могут прекрасно понять Можно Ежедневно Зажимать мочки ушей Не важно В общем-то Не важно Как вы будете себе Причинять боль Можно и не причинять боль Можно В моменте Эти чувства Проживать То есть Анализировать Тренировать Внутреннего наблюдателя Задавать себе вопрос Что я чувствую сейчас Ага Чувствую страх Окей Хорошо Я чувствую страх Это страх мой Я его принимаю Страх Давай-ка посильнее Ну-ка давай-давай-давай-давай Посильнее Что я боюсь Что там вообще Непонятно Какой-то страх Непонятно о чем Для чего Где он вообще в теле Где в теле Ну боль-то Сейчас понятно Да Мы практиковали Боль она в мочках А вот допустим Страх какой-нибудь взять Давайте возьмем Что самое страшное Есть в вашей жизни Возьмите прям Любой страх Где он в теле Где он ощущается В теле Что где болит Где этот страх Ощущается в теле Где страх А может быть боль Еще какая-то Если не только здесь Болит Не только уши Где в теле Где в теле Где Грудная клетка Где голова Шея Живот Чаще всего Вот эти области Может быть руки Ноги Уже реже Так Где в теле Нашли в теле Отлично Молодцы А кто не нашел Нужно просто практиковать Этот вопрос И научитесь Чувствовать И теперь задаете Следующие вопросы Прямо сходу Отвечаете Какого цвета Какой формы Какой консистенции Какой температуры Двигается Или не двигается Какие звуки Издает Какую информацию Транслирует Что хочет Что хочет Что вы Хотите От этой Эмоции Что вы Хотите От него От нее Как вам Сейчас Этим Живется Как вам Живется С тем Что вы Отделили От себя Вот эту Штуку И вот Она В теле У вас Живет Вот это Чувство Может быть Вы хотите Слиться С ним И тогда Нырните В него Как вот Ныряйте В воду Нырните В это Чувство Скажите Я Я с тобой Ты и есть Я Обычно Достаточно Вот эти Характеристики Все снять Максимально То есть Как это Визуально Выглядит Какие звуки Сдает Какую информацию И на этом Уже Именно С чувством Интереса Если это Привести Вот прям Интерес Любовь И интерес Интерес К своим Чувствам Вообще Что там Внутри Как оно Работает Какие Шестеренки Крутятся Как я Работаю Сдавать Себе Вопрос А что Там Внутри То у меня Как это Психика Работает Тело Еще Как-то Работает Какие-то Напряжения Какие-то Расслабления Вот Вот С таким Интересом Изучать Вот эти Все Свои Чувства Что там Что там Что Что Это Страх Страх Хочет Вообще Зачем Он Мне Откуда Он Мне Взялся Когда Я Сформировал Ага В каком Возрасте Он У меня Появился Что Это Такое И Вот Этот Интерес Он В общем-то И Порождает Терапию Само Терапию Такую Обычную Бытовую И Позвольте Себе Полюбить Полюбить Свои Чувства И Хорошие И Плохие Не Нужно Делить Что Я Хорошие Принимаю А Плохие Не Я Отодвигаю Не Получится В итоге Ничего Не Остается В итоге Просто Котел Из Этих Негативных Чувств И Смысла Нет Делить На Позитив Негатив Просто Вот Эту Идею Можно Даже Сейчас Прям Дайте Отбросить Все Чувства Они Хороши Все Чувства Приносят Удовольствие В конечном итоге После Боли Возникает Что Возникает Расслабление Кайф После Страха Возникает Любовь После Разочарования Возникает Как-то Восхищение Да Восхищение Это Все Дуальности И Не Будь Вот Этих Плохих Да Кавычка Не Будет И Хороших Поэтому Приходит Боль О Классно Значит Скоро Я Расслаблюсь И Кайфанул Приходит Страх Классно Скоро Значит Такую Любовь Ощущу Что Вообще Будет Просто Круто Классно Ну Что И Вот Эти Способы Вот Эти Способы В общем-то Дыхание Медитации Они Тоже Актуальны Чтобы Отбалансировать Себя Во-первых Чтобы В адеквате Быть Чтобы Четко Принимать Решение Это Раз А Второй Момент Это Избавиться От Всякого Мусора Мелкого То есть Чувства Много Всяких И Вот Эти Как раз Медитации Дыхательные Практики Они Позволяют Этот Мусор Выгрузить То есть Здесь Тоже Не Все Так Однозначно Да Конечно В большинстве Своем Дыхательная Практика Она Про то Чтобы Убежать Но При этом Какие-то Мелкие Эмоции Она Позволяет Прожить Благодаря Вот Этому Формированию Такой Целостности Ровной То есть Там И энергетика Как бы Повышается Собранность Такая Возникает Фокусировка Внимание И вот Это Все Вместе Позволяет Как раз Сформировать Вектор Движения Который Позволит В свою очередь Избавиться От всякого Мелкого Мусора Который Даже На который Даже Не надо Внимание Обращать Потому что Ну Его только Буквально Чуть Осознаешь И он Проживается Так что Это тоже Актуально И давайте Под конец Под конец Нашего Сегодняшнего Эфира Да Длиннее Получился Чем Планировали Ну Ладно Подышим Подышим Медленно Подышим Давайте Сделаем Три Медленных Медленных Вдоха Выдоха Цикла Три Цикла Вдох Выдох Прям Медленно Можно Закрыть Глаза Можно С открытыми Глазами Как удобнее Прям Максимально Медленно И Посмотрите Как Меняется Состояние И Делайте Это С Идеей Проживать Чувства Просто Возьмите Эту идею Что Я Проживаю Чувства Сейчас Не Отодвигая От себя А проживаю И Вот Эта идея Уже Эта идея Уже Меняет Подход Что Я Готов Готова Идти В свои Чувства Отлично И То Что Мы Сегодня Разбирали Это Более подробно Я Разбираю В Чувственной Интенсиве Которые Вы Можете Добавиться В Лист Ожидания Прямо В Телеграм Канале Там Наверху Есть Кнопочка В Лист Ожидания Вот Можете Добавиться И Когда Организуется Этот Интенсив Соответственно Я Вам Напишу Или Не Я Ну В общем Информирую Вас Помимо Этого Конечно Есть Другие Сферы Это Родители Для Этого Есть Отдельный Интенсив Есть Еще Самость Так Сказать Понимание Себя И Понимание Что Я Хочу Отдельная Тема Для Разговора И Да Проживание Чувств Собственно С чего Мы Сегодня И Начали И Что Мысль Потерял Да Соответственно Записывайте Слист Ожидания Кто Хочет Здесь Сейчас То Пожалуйста Есть Индивидуальная Терапия Ну Что На Этом Все Благодарю Вас За Участие Благодарю За То Что Делали Практики Которые Мы Сегодня Делали Пишите Ваши Вопросы В комментариях Отвечу На них И До встречи В ближайшее Время По-прежнему В телеграме Уже Завтра Будет Следующий Эфир На Тему Рождение Рождение Ребенка Как Меняется Семья С Рождением Ребенка Совершенно Другая Тема Но Тоже Очень Интересно Расскажу Про Свой Опыт И Опыт Своих Клиентов Все Всем Отличного Вечера И Пока Пока